Здравствуйте, это программа прямой эфир и с вами Ирина Кузина. Совместно нажитое имущество, общее обязательство супругов, раздел общей совместной собственности, брачный договор согласия одного из супругов на совершение сделки. Все эти понятия все чаще встречаются в жизни россиян. В студию мы пригласили президента Нотариальной палаты Тверской области Светлану Миколенко. И сегодня поговорим об имущественных отношениях супругов. Я очень рада, Светлана Анатольевна, что вы пришли к нам в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, имущественные отношения супругов. Расскажите более подробно об этом. Наверное, в первую очередь хотелось бы обратить внимание, что мы говорим именно о имущественном отношении, которое возникает между гражданами, зарегистрировавшими брак. Потому что у нас в последнее время появились понятия «брак выходного дня», «гражданский брак». Но законодатель такие понятия не приемлет. Брак – это когда союз добровольный мужчина и женщина оформлены в надлежащем порядке. И брак создаётся для того, чтобы воспитывать детей, вести совместное хозяйство, помогать друг другу. И имущественные отношения, о которых мы сегодня будем говорить, это в первую очередь возможность приобрести имущество, распоряжаться имуществом, пользоваться именно совместно мужем и женой, а не кем-то отдельно. Я знаю, что до 1 марта следующего года будут внесены определенные изменения в закон по семейным взаимоотношениям. Расскажите сейчас нашим телезрителям, какие нас ждут новшества. Да, действительно, в ноябре этого года к первому чтению был уже предложен законопроект, который коснётся не только Семейного кодекса, но коснётся законодательства о банкротстве, законодательства гражданского, закона о государственной регистрации недвижимости. И всё это направлено на то, чтобы эти законы в отношении имущественных прав супругов были выстроены в одной последовательности, чтобы они друг друга дополняли. Совместная собственность супругов, вопрос, который возникает довольно часто в последнее время, звучит сложно, но тем не менее надо разъяснить нашим телезрителям, какие изменения ждут. Если смотреть на сегодняшний день, у нас чаще отношения супругов, имущественные отношения супругов строятся таким образом. Среднестатистическая семья покупает жильё, улучшает жилищные условия, покупает более дорогую квартиру, более удобную, покупает земельный участок, дачный домик, одну-две машины. И все эти объекты рассматривают как отдельные объекты. Машина жены, машина мужа. По факту для законодателя это, получается, имущество принадлежит обоим. И мужу, и жене, они оба владельцы вот этого совместно нажитого в браке имущества. Подход у законодателя сейчас меняется в каком плане? Мы должны всегда понимать, что совместно нажитое имущество – это не только активы, это не только то, что супруги приобрели в браке, а это ещё и те обязательства, которые они давали своим кредиторам. И поэтому законодатель сейчас хочет урегулировать этот вопрос таким образом. Совместно нажитое имущество – это комплекс имущественных прав и имущественных обязанностей. И в случае неблагоприятном, в случае, когда супруги решают разделить своё имущество, то есть они делят имущество в полном объёме – и долги, и права, и дом, и квартиру, а не каждый предмет отдельно. То есть именно подход законодателя к тому, что это будет комплекс, он нам даёт возможность не скрывать свои активы. То есть это будет всё предельно ясно, предельно видно, и для тех же третьих лиц, которые могут участвовать с нами в сделках. – Предлагает ли обсуждаемый законопроект поправки в части последствий совершения сделок по распоряжению общим имуществом одним из супругов? – На сегодняшний день мы имеем в Семейном кодексе статью, которая говорит о том, что распоряжаться общим имуществом супругов при определённых сделках супруги должны с согласия второго супруга, письменно его оформленным. Но бывают ситуации, когда недобросовестные, скажем так, супруги, они скрывают наличие брака, наличие мужа, наличие жены и умудряются ввести в заблуждение покупателей продать такое имущество. Что сейчас говорит Семейный кодекс? Что такая сделка является оспоримой. И в случае, когда супруга узнала, что её права были нарушены этой сделкой, она имеет право обратиться в суд и оспорить эту сделку. А вот в предложенном проекте там больше, наверное, защищает всё-таки добросовестных приобретателей, когда говорят, что эта сделка может не оспариваться. Но тогда тот супруг, который повёл себя неправильно, который вёл в заблуждение и свою вторую половину, и покупателя, в этом случае он уменьшает на сумму с продажи вот этой вот квартиры, он уменьшает свою долю в остальном имуществе. То есть такой взаимозачёт происходит имуществом. То есть невыгодно скрывать какие-либо факты, потом это отразится на собственном достатке. Ну вот чаще всего сейчас ещё также говорят о понятии брачный договор, неоднозначное отношение в России к этому документу. Я слышала, что даже при получении кредита банк от супруга-заемщика требует брачный договор. Что это такое? Действительно, чаще стали сейчас нотариусы оформлять брачные договоры. Вот по статистическим данным Федеральной Нотариальной Палаты в этом году уже более 90 тысяч брачных договоров было удостоверено нотариусами. Брачный договор может оформить только нотариус. То есть здесь строго нужно соблюдать требования законодателя о том, что это только нотариальная форма. Но что даёт брачный договор? Супруги могут и изменить брачным договором тот режим, который установлен законом. По закону считается, всё имущество, которое возмездно было приобретено с супругами в браке, оно принадлежит двум гражданам – и мужу, и жене. Неважно, кто зарегистрирован титульным собственником, неважно, на кого выдан документ – на машину, на квартиру. Формально она принадлежит двоим. А вот брачным договором мы сами можем этот порядок поменять. Мы можем сказать, что вот эта квартира будет мужа, а вот эта квартира будет жены. То есть в этом плане брачный договор действительно может помочь супругам решить свои финансовые и имущественные отношения. Можно же в брачном договоре предусмотреть не обязательно какие-то порядки разделов. То есть можно предусмотреть в брачном договоре, например, такие условия, когда супруги, находясь в браке, это их совместное имущество. А в случае расторжения брака по той или иной причине имущество перейдёт к другому. То есть вариантов на самом деле очень много. И очень сейчас радует, что граждане стали действительно обдуманно подходить к вопросу заключения брачного договора и планируют уже своё имущественное благосостояние на долгие годы вперёд. А ранее негативные отношения были? Да, раньше всегда считалось, что если мы заключаем брачный договор, значит, мы вот-вот пойдём разводиться. Или же какие-то корыстные цели преследуют заключением таким вот брачным договором. Светлана, а можно заключить брачный договор до регистрации брака? Да, брачный договор можно заключить как до регистрации брака, так и, будучи во время брака. Единственное, но брачный договор, если заключается до регистрации брака, он вступает в силу только с официальной регистрацией брака. До этого он не работает. Бывают такие ситуации, когда документ оспаривается. Объясните, как это понять? Мне очень понравилась фраза, которую при презентации законопроекта Павел Владимирович Крашенинников сказал, что договоры должны соблюдаться. Вот законодатель исходит из той позиции, что если супруги заключили брачный договор, и сами договорились об определенных условиях, что большая часть активов, например, будет на одном из них, на другом меньшая часть активов, и их это на момент заключения договора устраивает, то они должны этот договор исполнять оба. И не может быть такого, что потом один из супругов идет в суд и говорит, что меня поставили эти условия в крайне невыгодную ситуацию, в крайне невыгодные обстоятельства. И я теперь хочу все один добровольно поменять. Вот законопроект как раз предусматривает условия более, скажем, взвешенного подхода к заключению брачного договора и возможности оспаривания его. Ну, смотрите сами, если, например, мы с вами заключили какой-то договор, вы как покупатель рассчитываете, что я в браке не состою и распоряжаюсь своим личным имуществом, и вдруг через какое-то время оказывается есть супруг, и у него совершенно другие требования. Пострадает-то не мой супруг, да, то есть, а пострадает покупатель, который абсолютно не имеет никакого отношения к этому, к этим взаимоотношениям в семье. Поэтому, да, на самом деле сейчас будет меньше оснований для расторжения брачного договора. Только существенные основания. Время подошло к концу нашей программы. Впереди новогодние каникулы, Рождество. И ваше обращение к нашим телезрителям. Поздравляете их. Спасибо. Уважаемые земляки, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы всегда с надеждой, радостью, теплом ждем этих праздников. И они ассоциируются у нас с самыми добрыми чувствами, с заветными мечтами. Пусть 2020 год станет для всех нас этапом новых возможностей, открытий, добрых дел, ярких событий. От всей души желаю вам ярких праздников, сердечного тепла и уюта семейного очага. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Всего доброго и до новых встреч. До новых встреч. Это была программа «Прямой эфир». Встретимся, как обычно, в следующий вторник. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!